В рамках Рождественского фестиваля в Московском Международном Доме Музыки прозвучала Рождественская оратория Баха. В её исполнении приняли участие вокальный ансамбль «Интрада», камерный оркестр «Виртуозы Москвы», российские, австрийские и немецкие солисты. Знаменитая Рождественская оратория Баха – одно из центральных произведений в рамках Рождественского фестиваля духовной музыки. Собрание из шести кантат посвящено празднику Рождества Христова. На вечер прозвучало три из них. В оратории отсутствуют конкретные действующие лица и события. Есть лишь лирические размышления о них, соединённые между собой речитативами евангелиста. Оратория прозвучала в исполнении прославленного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». За дирижёрским пультом – маэстро Гельмут Риллинг. Известный немецкий дирижёр и хармейстер с 2013 года возглавляет Международную баховскую академию в Штутгарте. Концерт, как ожидалось, стал ярчайшим событием фестиваля. Наряду с маэстро в исполнении приняла участие интернациональная команда солистов из Германии и России. Выступлению предшествовали несколько дней плодотворных репетиций с маэстро Риллингом. ПЕСНЯ Стараемся исполнять в стиле баха. Ни в коем случае не оперное исполнение, не русская вокальная школа. Поют певцы немецкоговорящие. И для них немецкий родной язык. И они родились и распитывались в музыкантской среде, где Иоганн Бах – это как для нас Чайковский, как для нас Рахманин. Конечно, какие-то стилистические моменты улавливаешь ухом, что-то ты для себя отмечаешь. По словам руководителя вокального ансамбля «Интрада», дирижер Гелимут Риллинг исполнял произведения сотни раз, но всегда находил что-то новое. И это для ансамбля очень интересный опыт. Один из ведущих московских певческих коллективов участие в рождественском фестивале принимает впервые. Эта музыка сконструирована фантастически, интересно и хорошо. И ее можно, как, например, дирижер сегодняшнего концерта, он исполняет не первую сотню раз уже рождественскую ораторию и до сих пор находит очень много в ней нового. Для нас действительно очень ценен вот этот опыт немецких исполнителей, в первую очередь дирижера в соединении с русскими исполнителями. Рождественский фестиваль проводится по благословению Святейшего Патриарха Кирилла и служит при общении публики к многовековым традициям христианской музыкальной культуры. Он завершится 24 января.